Блаженный Иоанн Павел II Карель Войтыла, представитель Римско-католической церкви. Папа Иоанн Павел II стал первым римским папой славянского происхождения в городе Вадовице, около Кракова, в семье поручика, польской армии и учительницы. Когда Карлю исполнилось 8 лет, умерла его мать, а в 12 он потерял старшего брата. В юности увлекался театром, мечтал стать профессиональным актером. В 14 лет пробовал себя в школе на драматическом кружке. Карель успешно учился. Окончив лицей накануне Второй мировой войны, он поступил на философский факультет. Во время немецкой оккупации, чтобы избежать угона в Германию, оставил учебу и работал в каменоломне. Близ Кракова. В 1942 году записался на курсы духовной семинарии. Еще в юности он стал полиглотом и достаточно бегло разговаривал на 11 языках. В 1946 году Карль Войтылов был рукоположен в священнике и через несколько дней отправился в Рим для продолжения богословского образования. Затем стал кардиналом, а потом избран папой Иоанном Павлом Вторым. Он пытался упростить свою должность, лишив ее многих королевских атрибутов. В частности, говоря о себе, он использовал местоимение «Я» вместо «Мы», как это принято у царствующих особ. Папа отказался от церемонии коронации. Он не носил папскую драгоценность. Всегда стремился подчеркнуть роль, которая обозначена в титуле папы – раб рабов. Братья и сестры, не бойтесь принять Христа и признать Его величие. Не бойтесь. Откройте. И более того, распахните двери Христу. Христос знает, что находится внутри человека. Только он это знает. Под ней он принял министра СССР, совершил поездку в Мексику, много писал книг. В 1980 году Ватикан посетила английская королева Елизавета II. Это был исторический визит, учитывая, что многие столетия британские монархи и римские священники были непримиримыми врагами. 13 мая 1981 года правление Иоанна Павла II чуть было не оборвалось в результате покушения на Римской площади Святого Петра. Впоследствии Иоанна Павел II пришел к убеждению, что пуля отвела от него рука самой Божьей Матери. Посетил Витеранскую церковь в Риме, а также синагогу и приветствую иудеев, которых он назвал старшими братьями. В итальянском городе Осизи прошел Всемирный день молитвы за мир с участием представителей разных религий со всего мира. Впервые принял в Ватикане советского лидера Михаила Горбачева. С именем Иоанна Павла II связана целая эпоха, и для многих в мире именно он стал символом свободы. На своем посту Иоанн Павел II проявил себя неустанным борцом против негативных сторон современной системы гнетения народа. Его публичное выступление в поддержку прав и свободы человека за мир во всем мире. Покаяние за ошибки, совершенные католиками в ходе истории. Он извинился от лица Западнохристианской церкви за преступления во времена крестовых походов. Никогда в истории человечества ни одна религия не приносила подобного прошла. Иоанн Павел II С navalrontинка С церкви Субтитры создавал DimaTorzok Il santo conosce benissimo la sua fragilità, la precarietà della sua esistenza, delle sue capacità, ma non si spaventa, si sente ugualmente sicuro. I santi, nonostante avvertano tanta tenebra in se stessi, sentono di essere fatti per la verità.